Смотрите в сегодняшнем выпуске. Судьба политузников. Верховный суд России не будет пересматривать срок заключения Геннадия Афанасьева. День рождения в СИЗО. Активисты собирают поздравления для политзаключенного крымчанина Александра Кольченко. Кто вылечит крымчан? На полуострове катастрофически не хватает медиков. В Херсонской области у админграницы с Крымом неизвестные вывели из строя две из четырех электроопор, которые подают энергию на полуостров. Как сообщают в Херсонской полиции, сигнал об этом поступил утром 20 октября в дежурную часть Чеплынского отделения. Поврежденными оказались высоковольтные линии электропередач с сообщением Каховка «Завод Титан» и Каховка «Джинкой». Полностью подорвана электроопора между селами Атамань и Новый Труд Генического района. На местах событий работают эксперты взрывотехники и следственно-оперативные группы. В посредственной близости от опоры находиться небезопасно. Но пока мы должны тщательно осмотреть место происшествия. Естественно, обеспечить охрану общественного порядка здесь. Обеспечить, то есть не допустить доступа к этим опорам посторонних. В компании «Укрэнерго» заявили, что случившееся может привести к полному отключению Крыма от электроснабжения. По данным компании, это произойдет, если не удастся возобновить работу оставшихся двух линий электропередач, повреждения которых критичны. Ситуация может усугубиться из-за неблагоприятных погодных условий. При выходе из строя еще одной электроопоры Крым будет на 100% обесточен. Вместе с еще 40% потребителей Херсонской и Николаевской областей, утверждают «Укрэнерго». Между тем, в Севастополе уже объявили, что из-за снижения напряжения город может остаться без света на целые выходные. Прокуратура Автономной Республики Крым открыла уголовное производство по факту нарушения порядка въезда в Крым членами ряда иностранных делегаций. Об этом сообщил народный депутат Украины Георгий Лагвинский. В частности, речь идет о делегации из Людвигсбурга, Германия, которая побывала в Евпатории в сентябре. А также визите в Ялту восьмерых сербских политиков, которые заявляли о поддержке так называемого референдума в Крыму, приведшего к его российской аннексии. Уголовные производства открыты по части 2 статьи 332.1 Уголовного кодекса Украины. Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию. По факту они въезжали с определенными целями, они подтвердили легитимность референдума. Могу уже сообщить вам официально, что прокуратура автономной столбики в Крым в отношении тех лиц открыта уголовная производство. Также, только за последнее время в отношении восьми сербских политиков было проведено то же самое. И сегодня им грозит до восьми лет решения свободы за подобные действия. Мы призываем всех не нарушать законодательство Украины. Мы не будем останавливаться на застегу. Напомним, летом Крым в нарушении украинского законодательства посетила группа французских депутатов. Большинство из них представляли партию республиканцы, возглавляемую Николя Саркози, который публично поддерживает Россию. Генпрокуратура Украины по обращению нардепа Лагвинского открыла уголовное производство по данному факту. В итоге им на три года запрещен въезд на территорию Украины. В конце сентября во время очередной сессии парламентской ассамблеи Совета Европы украинская делегация парламентариев вручила французским депутатам уведомления о подозрении. А недавно Георгий Лагвинский получил письмо от президента ПАСЕ, в котором высказано недовольство по этому поводу. Я очень бы благодарил, в том числе, Комитет иностранных дел Верховной Рады, который абсолютно достойно ответил обратно президенту парламентской ассамблеи Совета Европы, что каждые граждане не только ничего не нарушали, а выполняли свой долг, а не защищая свою Родину. Мы не нарушали никаких национальных, французских, международных законов, однако мы убедительно просим, чтобы в том числе и руководство парламентской ассамблеи принимало все возможные действия, для того, чтобы защищать не на словах. Нардеп призывает иностранцев уважать украинское законодательство и согласовывать свои визиты на полуостров с украинскими властями. В противном случае предупреждает, уголовные производства ждут каждого последующего политического туриста. Верховный суд России отказался рассматривать апелляционную жалобу крымского политзаключенного Геннадия Афанасьева о пересмотре его приговора, вынесенного ранее судом первой инстанции. Как сообщил адвокат Афанасьева Александр Попков, данное решение является политическим, поскольку пересмотр этого неудобного дела является невыгодным российским властям. Напомним, Геннадий Афанасьев проходит по делу так называемых крымских террористов. Он и еще трое фигурантов из условной группы Сенцова были признаны виновными в подготовке терактов в Симферополе. Афанасьев ранее был приговорен к семи годам лишения свободы, поскольку пошел на сделку со следствием и дал признательные показания по делу. Однако затем на заседании суда над Сенцовым и еще одним фигурантом дела Александром Кольченко отозвал свои показания, заявив, что давал их под воздействием пыток, которые применяли к нему сотрудники ФСБ. В связи с этим адвокат Афанасьева и требовал пересмотреть его дело и приговор. На данный момент Афанасьев отбывает наказание в Сыктывкаре, Российской республики Коми. Его адвокат и мать заявляют о том, что его держат там в невносимых условиях и опасаются за жизнь политзаключенного. В день рождения крымчанина политзаключенного Александра Кольченко, который незаконно осужден в России, каждый желающий сможет записать для него видеообращение. Такую акцию инициируют друзья Кольченко и правозащитники в Киеве в день рождения политзаключенного 26 ноября. Поздравления передадут Александру его адвокаты. По их словам, украинским политзаключенным в России очень необходима поддержка Родины. Каждый желающий может записать свое поздравление с днем рождения Кольченко. Адвокаты обещают передать его в СИЗО в Ростове-на-Дону, где сейчас прибывает политзаключенный. В последний раз адвокат общался с ним через переписку, поскольку буквально вчера по надуманным причинам его не пустили к политзаключенному. По словам Светланы Сидоркиной, настроение у Кольченко боевое. Саша всем передает привет, говорит, что он считал и считает себя гражданином Украины и что те действия, которые он совершал, он совершал именно как гражданин Украины, защищая и отстаивая свою точку зрения на действия и события, которые происходили в Крыму. Напомним, Александр Кольченко осужден в России в рамках дела так называемых крымских террористов. Дело против крымчан было сфабриковано на основании слов всего двух свидетелей, один из которых отказался от своих показаний во время судебных слушаний, а другой отказался их оглашать непосредственно на судебном заседании. Два месяца назад Ростовский суд приговорил Олега Сенцова к 25 годам лишения свободы, а Александра Кольченко к 10 годам. За два дня до дня рождения последнего состоится заседание Верховного суда России по апелляционной жалобе защиты Кольченко и Сенцова. Адвокаты требуют признать невиновность их подзащитных. В оккупированном Крыму острая нехватка врачей. Кадровый дефицит первичных медицинских работников в медучреждениях по данным оккупационных властей составляет 60%. Речь идет о специалистах поликлинических учреждений, врачах, общей практике, педиатрах и участковых терапевтах. Нам необходимо по нескольким направлениям работать. Это привлечение новых кадров, закрепление тех кадров, которые работают, которые собираются уходить. И информатизация, то есть облегчение, уменьшение бумажной нагрузки и перераспределение должностных обязанностей в сторону среднего медицинского персонала. В целом же во всей медицинской отрасли Крыма дефицит кадров составляет 30%. Сейчас в медучреждениях Крыма остаются открытыми 860 ставок. Больницы нуждаются в 140 работниках скорой помощи, 76 терапевтах, 63 семейных врачах, 27 педиатрах и 65 лабораторных сотрудниках. В оккупационном Минздраве Крыма говорят, за последнее время поток пациентов увеличился на 25%. А учитывая значительный дефицит кадров в первичном звене, система оказалась не готова к приему такого количества людей. Чтобы избавиться от очередей, в Крыму хотят перевести бумажные медицинские карты в электронный вид. Правда, сколько это займет времени, не уточняют. Как и то, кто будет делать эту работу. Пока же врачей обучают работе на компьютерах. Пациентов 40 у нас уже как бы обучены специалистов. То есть задача министерствам такая поставлена. Нужно будет работать на компьютерах с этими программами, которые мы надеемся очень, что они облегчат работу и регистраторов. И надежды возлагаем большие на то, что все-таки уменьшатся очереди. Пока чиновники гадают, как перекрыть дефицит медиков и строят планы о светлом будущем отрасли, крымчане ежедневно сталкиваются с трудностями в больницах, очередями, отсутствием персонала и некачественными медицинскими услугами. А про больницы не хожу, потому что сил нет выстоять там. В больнице ужасно обслуживание. И долго стоять, и долго ждать. А сил-то нет. Вот и все. А боляча куча. В поликлинике, ну как, вот, например, мне сегодня надо было к гастроэнтерологу пойти, на месяц вперед записи нет. Ну, в общем-то, да, конечно, приходится ждать очередь, когда записываешься на прием к врачу. Так сразу в этот же день не попадешь. Приходится ждать. Вот. Мы надеемся, что это временные трудности, потом как-то все это наладится. Попасть, конечно, сложно. Вот. Я записался сегодня. Часа три я просидел, пока попал к врачу. Бегают врачи. Толку мало. Реистратура, допустим, куча людей сидит там у них. Вот. Вот. А придешь карточку взять, к врачу пойти. Стоишь очень долго, ждешь. Месяц назад оккупационный прокурор Крыма Наталья Поклонская поручила проверить информацию о необоснованном сокращении зарплат крымским медикам. Как сообщают в ведомстве, основанием для соответствующего поручения стали участившиеся в СМИ публикации, в которых содержатся жалобы медработников на сокращение зарплат. Так, например, в Первомайской центральной районной больнице врачам и медперсоналу сократили зарплаты вдвое. Оплата труда акушерок и медсестер сократилась с 20 тысяч до 12-14 тысяч российских рублей, а санитарок с 12 тысяч до 7-8 тысяч российских рублей. Результатов в прокурорской проверке пока нет, а крымские врачи продолжают увольняться.